Доброе утро всем и со старым Новым Годом! Ах, жалко, что я не сняла раньше. Смотрите, я сегодня утром проснулась и увидела, что все крыши, вот даже немножко, видите, осталось. Я думала, снег прошел. Снег, не снег у нас. Какой там снег, ёкалом? Это у нас просто туман вчера вечером начался. И сегодня ночью мне понизилась температура, минус 2, и вот всё это замёрзло. И сейчас в утро снова туман, смотрите, что творится. А там видна в тумане верхушка нашей телевизионной башни. И, кстати, у нас сейчас минус 2, и сырость, и туман. Офигеть погода! А вот и я, мои хорошие, всем огромный пламя итальянские. Чао! Ну, я сегодня утром сняла погоду, и у нас уже полвторого, представляете? Я до сих пор камеру никак не могла взять в руки. У меня с утра не было времени, я одним занималась, другим занималась, тем сам занималась. О, представляете, меня сегодня на подвиги потянуло. Наконец-то я решила сделать сегодня сдобные булочки, сладкие, какие нравятся моим мужикам, потому что я их уже сто лет не делала. Я не знаю, говорила я или нет, но я человек настроения. Вот когда я встречаюсь с друзьями, с родными, у меня прямо вдохновение появляется, сил прибавляется. И, короче, и энергии, и всё такое, и желание, и хорошее настроение. И вот сегодня с утра хотела поставить тесто, делать в хлебопечке, а у меня, опа, опять хлебопечка поломалась, снова там один колёсик не крутится. Ну, и я, короче, решила сама взбить тесто этим миксером, как кухолем комбайн, как он называется, господи, забыла уже. Здесь оно, оно у меня уже поднялось, это тесто. Вот, в общем, как встречаюсь с друзьями, с родными, так у меня есть желание. А когда его дома начинаются рутинные дни, никого не видят, и у меня всё, у меня... Какая тяжёлая посудя, у меня настроение прямо портится, у меня никого не хочется видеть. Ну, как, кроме кого, конечно... Ладно. Так, так, смотрите, смотрите, как у меня набухло прямо, видите, вот это в плёночке набухло. Оно уже в три раза у меня тесто поднялось, так что... Так что уже можно делать булочки, чтобы оставить их снова подниматься. Вот. Ой, так классно вчера погуляли. У меня сегодня сута, представляете, голова болит. Я уже вроде бы как выпила безбавшую, но всё равно чувствуется какие-то эхо. Вроде бы я не перепила, но я пила вместо вина водку, представляете? Потому что вот что-то захотелось водку, но, конечно, я не пила по стопочкам, вот сколько мне наливали, я не пила. Я вот по глоточку, по глоточку и закусывала, потому что я отвыкла от спиртного. Я здесь редко пью, пью только по праздникам, и то так вино или шампанское и всё такое. Вот. А так вот именно водки захотелось в компании, тем более компания такая наша, компания, там молдаване, украинцы, итальянцы, и одна я, русская татарка, блин, была среди всех. В общем, так здорово было. Кто на украинцев, кто на молдавском, жалко, конечно, что я не понимаю ни на украинском, ни на молдавском. На украинском могу чуть-чуть понять, и на молдавском немножко могу понять, только говорить я вообще не могла. Короче, я там была то там, то там, с кем не могла разговаривать, в общем, пошла к итальянцам разговаривать, так, и всё такое. Или там снимала что-то на камеру. В общем, так классно было, так классно, здорово. Покрестили сыночка, уже Ленусик дала добро снимать её сыночка. В общем, молодцы. Родители были, как классно, что были родители, была мама Ленуси, и были родители Журика, её мужа, вообще, и не только родители, там, на нашула были. Были ещё какие-то родственники и друзья вообще такие здоровские, классные уже, как говорится, мы уже с некоторыми третий раз встречались, а с некоторыми и во второй раз, в общем, но, как говорится, запомнили мы друг друга. Ещё здорово, весело. И молдавские танцы танцевали, и украинские танцы танцевали, всё, хоровод, хоровод. Мне даже под украинские песни хотелось вот так вот бежать, как в молдавских хороводах вот танцуют, и вот это жёг, и бежал. Ну, короче, здорово очень было, конечно, моему личному мужу это, он был в шоке вообще. Он ещё такого веселья, он видел, как мы празднуем здесь, в Италии, Новый год. Вот, ему этого хватило, как говорится, что это необычно было именно для него. Вот, а тут он увидел, как Кристина у нас проходит. Конечно, он ещё не видел, как Кристина у нас проходит, или свадьбы, это проходит именно Новый год у нас на родине, но здесь он, конечно, увидел. Ещё как мы тут гасаем, танцуем, в общем, здорово было. Классно. Так, я, наверное, сейчас пойду отдохну, потому что вчера мы домой приехали аж после полдвенадцатого. Ночи, вечера. Никита не поехал с нами, он остался один дома, он сам поужинал, сделал себе пиццу, вот. И, ну, я ему звонила, всё было в порядке, ну, как, я ему сказала, звони, если что. Он мне ни разу не позвонил, я ему позвонила один раз, потом смс-ку слала. Вообще, всё в порядке, всё нормально, вот, он играет на компьютере. Мы приехали после полдвенадцатого ночи, он до сих пор играет на компьютере. Я говорю, Никита, давай, пора выключать, хорошо, хорошо, ещё немножко, и всё, и выключаю. Я вот потом проснулась где-то полвторого ночи, заглянула в комнату к Никите, а он ещё за компьютером. Я говорю, Никит, ты чё, сейчас не Новый год. Кстати, со старым Новым годом, хотя, конечно, был Новый год старый, но, блин, мы же не празднуем здесь, тем более Никита не знает практически, ну, мало что знает о старом Новом годе, это для него, конечно, не праздник, но, в общем, заигрался парень, я говорю, ночной, как говорится, полуночник, блин. Короче, заставила его выключить, давай выключать, потому что, мама, иди спи, я говорю, я не могу спать спокойно, выключай уже, потому что, опять, я боялась, что он будет спать. До обеда, ну, посмотрю, 8 часов, его будильник зазвенел, и он встал, говорю, о, боже мой, парень растёт, ну, дай бог, слава богу, слава богу. Короче, я не выспала сегодня, вот я полвторого ночи практически нормально заснула, вот, и проснулась без 5-8, я же говорю, я жаворонки, я не могу долго спать, я говорю, даже я в 2 часа ночи лягу спать, я всё равно до 8 просыпаюсь, блин. Ладенька, я сейчас быстренько пирожки наделаю и поставлю их, накрою тряпочки, чтобы они подходили, и пойду тоже на боковой, мой муж уже на боковой, он вчера, он, короче, позавчера подхватил простуду на работе, ему вроде бы нормально было, но вчера, когда мы поехали на праздник, ему там стало хуже намного, я ему говорила, выпей водки крепко, чтобы согреться, блин, не-не-не-не, короче, ему вчера стало хуже, но я это практически не видела, потому что было шумно, было много лиц, все были красные, понимаете, от выпитого все были красные, даже я под своей тональкой, я вот такой слой тональности, блин, нанесла на лицо, и тут видно было, как я покраснела, вот. И, короче, я не видела практически, а потом уже, когда мы вышли оттуда, сели в машину, я увидела мужа, боже, у меня что-то самое в шоке была, короче, он сел за руль, вот так вот прямо дрожал, натянул капюшон, а мы уже вышли из жары буквально, а он вот так вот дрожал, и вот чихает, и вот этот, говорит через нос, и, в общем, он сегодня с утра проснулся, поехал сразу к родителям, как обычно, он по воскресеньям утром помогает покупать продукты, закупаться продуктами, в общем, делать спезу со своим отцом, и он только приехал утром домой, после своего отца, в общем, после своих родителей, он сразу улег в постель, сразу упал в постель, опять спать, блин, я пошла готовить обед, потом он только пообедал, вот, и опять он в кровати, представляете, я вот посмотрела на него, и мне самотаж ко сну коучек начало клонить, так что сейчас я быстренько пирожки в сваргане поставлю подниматься, короче, подходить, и пойду отдохну, и потом уже увидимся. Вау, только что открылась, смотрите, как оно поднялось, там маленький комочек был, и вот в три раза поднялось тесто, так, всё, я фронт работы приготовила, начинаю. Короче, полежала, полежала с полчасика, чувствую, что не могу никак заснуть, хотя бы меня склонило ко сну, но как только легло, всё, какие-то думы в голове, какие-то мысли в голове, вчерашний день, это, наверное, перед возбуждением, ёлки-палки, ладненько, бросила я это дело, ночью отдохну, а у меня зато здесь булочки подошли. Вот такие вот я булочки придумала, так, я первый слой смазала, потом посыпала семечками, и сейчас я вот второй слой сверху семечек, чтобы семечки, когда при выпекании, чтобы они потом не рассыпались, вот так они закрепляются, как бы, и остаются на булочке все семечки. Короче, три булочки у меня будет с кунжутом, три булочки со смаком, со смаком, да? И три булочки с семечками подсолнуха, вот эти вот. Вот, так что, ааа, какая красота! Я уже предчувствую, какой будет запах, когда они будут готовы. Так, раз уж у меня сегодня настроение, раз уж у меня сегодня вдохновение, как говорится, после вчерашнего дня я вот решила порадовать мужа, тем более он пожертвовал собой ради того, чтобы мы съездили на этот праздник. Он так сильно заболел, вот он до сих пор спит, вот он уже сколько? Наверное, часа три спит, если не больше, после обеда, представляете? А я вообще заснуть не могу, отсыпается. Ну, как говорится, сон лечит, ну пусть может быть выздоровеет. Вот, так что сделаю булочки. А вообще, если кто не знает, кто не помнит или не знает, вот как мы познакомились с Ленусей Молдаваночкой, с Леночкой Молдаваночкой, опять же через Ютуб, опять же благодаря Ютубу, она меня сама нашла года два назад, может быть, даже чуть больше, ну да, может быть, года два назад, она меня нашла на Ютубе, вот, и, в общем, она мне написала, написала, откуда она, и как оказалось, что Биджеван, это недалеко от нас, полчаса от нашего города Биджевана, и мы до знакомства с Ленусей, мы туда ездили, там гуляли, потому что, действительно, у них красивая площадь, Дукада, вот, красивый городок, и вот так вот получилось, и, короче, договорились, что встретимся, мы приедем в Биджевану снова, встретимся, погуляем, вот, проведем время, короче, встретились. Алинуся, кстати, тоже блогер, так что оставлю вам ссылку на ее канал, подписывайтесь на ее канал. Сейчас, конечно, она реже начала выставлять фильмы, особенно в тот период, когда она забеременела, она редко выставляла фильмы, потому что она не говорила на всеобщее обозрение, что она ожидает ребеночка, только сказала уже, когда родила, вот, ну, из-за своих думок, в общем, вот так вот, может быть, из-за цели безопасности, или чтобы не знать, или не знаю. Вот, так что, ах, запах у меня уже пошел. Так что, очень хорошо мы с ней познакомились, муж ее, Жорик, тоже отличный парень, вообще молодцы такие, молодые, молодая парочка, вот, жизнерадостные, веселые, как говорится, и положительные, хорошие ребята, в общем, а меня, знаете, вообще тянет на молодых, я не знаю, у меня по жизни, я где только не работала, например, везде вокруг меня крутились молодые, вот, наверное, потому что вот меня тянет к ним, вот, и им хорошо со мной, может, я сама в душе еще молодая, как говорится, молодохая вообще, вот, и здоровские, короче, ребята, хорошие у них и друзья, родители вообще обалденные, вот, сейчас у них и сыночек появился, так что, такой хорошенький, такой малепусечка, такой мужичок у них, вот, отличается, вот, у меня Никита, он был неспокойным ребенком, ну, он больше, конечно, просыпался чаще, просил кушать чаще, прожорливый был, вот, и, как говорится, даже плакал он громче, представляете, а Леносин, сыночек такой спокойный, такой серьезный, тоже серьезный, он в нашу породу, именно, нашу, это не итальянские дети, вот такой вот серьезный, футогеничный, кстати, короче, класснющий такой, я уже жду, не дождусь, уже Леня написала, сказала, я говорю, жду, не дождусь, когда он подрастет, когда он, когда он начнет сидеть, ползать, угу, я хочу, чтобы поиграться с ним, по полю, пощупать там, ну, в общем, все такие дела, ладненько, мои хорошие, все, у меня уже скоро на подходе булочки, ням-ням-ням, ух ты, булочки готовчики, сейчас я вас тряпочкой накрою, отдохните, остыньте, и потом в мисочку сложу, красота, а запах, а запах,